Олег Митволь призвал возбудить дело против руководства Приморского океанариума. Глава «Зелёная альтернатива» не сомневается в том, что морских млекопитающих содержали неправильно. Совсем недавно там погибли два дельфина, и когда смерти животных идут одна за другой, это уже не трагическая случайность. Вы понимаете, одна смерть это трагическая случайность, но когда почти каждую неделю гибнут животные, когда в прошлом году жители Приморского края на различных сайтах собирали подписи за возбуждение уголовного дела, когда все ситуации это знают и ничего не делается. Но я вижу здесь только один выход, необходимо в обязательном порядке привлечь всех сегодня ответственных за содержание этих животных к уголовной ответственности. Они должны находиться в СИЗО, а не отвечать за жизнь нескольких сот животных и рыб, которые сегодня там содержатся. О проблемах в Приморском океанариуме молчать не могут даже работники. Тренер морских млекопитающих Роман Фадеев рассказал в социальных сетях о многочисленных нарушениях. В своем фейсбуке он написал, что не может больше молчать, даже если это поставит крест на его карьере. Знаете, что чувствует тренер, получающий рыбу для своих зверей, у которой из головы воняет гнилью? Знаете, сколько скандалов было из-за этого? Знаете, что чувствует тренер, у которого вода в бассейне со временем приобретает зеленый цвет из-за того, что система жизнеобеспечения не справляется? Последней каплей для тренера стала гибель двух дельфинов-белобочек несколько дней назад. Насколько животных умерло за полтора года? Не хватит пальцев на руках, чтобы пересчитать. На каждую новую смерть руководство океанариума придумает новое оправдание. То животное болело, то ослабло после болезни, то произошло отключение света, то, например, пятимесячный Севуч до смерти напугал взрослого слесаря, и тот в порыве самообороны забил его молотком. На сайте change.org уже появилась петиция с требованием закрыть океанариум, а животных передать в нормальные заведения. В комментариях к этой петиции пользователи не стесняются в выражениях и называют океанариум настоящей живодерней. Приморский океанариум вообще открылся в начале сентября, ведь совсем недавно. Он расположен на острове Русский и считается одним из крупнейших в мире. Общая площадь почти 35 тысяч квадратных метров. Там сейчас работают следователи, они выясняют как раз-таки причины гибели всех животных.